Герцог Лука Абеле разрушил старый дворец. На деньги, которые пошли на постройку нового, можно было бы кормить весь Сирконус несколько лет. Это сооружение – знак презрения герцога к остальным, монумент его собственному эго и заносчивости. Все, что герцог делал со своим народом происходило под моей властью. Дануэлл был готов на все, лишь бы к нам текло серебро. Мне нужно пробраться во дворец, разделаться с герцогом и украсть душу Далилы. Ты чувствуешь? Эта ночь последняя. Скоро я растворюсь в небытии. Ты должна обрести покой. Я слишком задержалась. Найди душу Далилы. Заточи в эту ловушку плоти. Отпусти меня. Я не понимаю. Ты поймешь. Приветствуем всех. Если я правильно понял, нам предложили запечатать Далилу в том самом сердце, которое мы носим. Ответ от Вимана. Милая Эмли, твой гонец дал мне всего несколько минут, чтобы набросать ответ. Тщетно я со слезами на глазах упрашивал рассказать, где ты скрываешься и взять меня с собой. Но я верю тебе, хоть и не знаю, нужно ли мне на тебя сердиться, или же рыдать от счастья, что ты жива. Похоже, морали на грани войны с Гристалем. Да из данного до нас находят странные мрачные слухи о солдатах из металла, женщинах, управляющих деревьями, и китах в порту, поющих задом наперед. Я ненавижу всех за то, что стоят между мной и тобой. Не давай нам взяться, наконец, за руки. Прошу, береги себя, иначе не знаю, что со мной будет, Виман. Виман, мы тебя не знаем, и нам на тебя немножко безразлично. Большой дворец. Пыльный квартал. Пыльный квартал. Слов не хватает для описания этой нищеты, этого шершавого воздуха. Я кашля целый час, пока рассудок не помутился. Я избавилась от предводителя стенати Паула. Он сел лишь страх и обман. Больше он не доставит неприятностей. И атомическая бирна тоже, с его нетерпимостью и тщеславием. Разве хоть один из нас соответствует требованиям смотрителей? Кто бы ни оказался в власти в Карнаке, это не будет ни шайка головорезов, ни аббатства, ни герцог Лука Белли. Теперь мне нужно позаботиться об этом. Тайна Далила. Сегодня я пробежалась дома Рамиса Стилфона через разрывы в реальности и увидела действия бездны. Я вела одновременно прошлое и настоящее. Я многое поняла, увидев ночную встречу с герцогом три года назад. Я вела сеанс, на котором душа Далила. Папперспун была вызвана из бездны в наш мир. Видела, как ведьма Брианна Эшфорд заключила душу Далилы в костяное изваяние. Скульптура, хранящая душу Далила, была передана герцогу Абелли на хранение. Теперь я знаю, почему Далилу невозможно убить. Она бессмертна, пока в ней нет целостности. Даже чужой этим обеспокоен. Это все, что мне нужно было узнать. Теперь пора придумать план. Да. Ну, по крайней мере, хоть что-то интересное мы узнали. Так, здесь у нас ничего нет. Окончательно уже ничего нет. Просто невероятно. Герцог живет в этом своем дворце и пьет кровь людей, которые его выстрелили. Никто, никто до сих пор не устраивал на него покушение. Он всегда мог рассчитывать на поддержку банкиров и флота там. Может, без нее он бы научился уважать своих соотечественников. Страх оказаться на плахе – хороший стимул для многих правителей. Герцог Абелли не жалел средств на новый дворец, но вышло, по-моему, довольно безвкусно. Ну, поливаться еще успеем. Никогда нельзя доверять управлению городом головорезу. Бирн хотел стать верховным смотрителем. Мыши все еще бегают. Так, по-прежнему закрыто. Так, вроде все в норме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы готовы? Я была в десятках замков и сотнях особняков. Они все везде одинаковые. Не может же быть во дворце у герцога хуже, чем на приеме у Леди Брисби? Избавиться от Абели — это еще не все. Вам придется найти вещь, которую отдала ему Далила. Вы молчите о том, что сумели разузнать в доме Стилтона. И это хорошо. В мире должны быть тайны. Но то, что вы сделаете в Большом Дворце, на многие годы изменит жизнь Карнаки. Не забывайте об этом. Я сделаю, что смогу. Я понимаю, Карнака сейчас на грани. Когда все закончится, надо будет о многом подумать. Так, хорошо. Так, спокойно-спокойно, не падаем. Так, спокойно-спокойно. Не, ну туда мы, наверное, не заберемся. Отправляемся во дворец? Ну да, особо выбора-то и нет. Выходим в море. У герцога есть двойник. Он якобы должен запутать убийцу. Моя приятельница, дворцовая прачка, говорила как-то, что двойник курит. Может, так вы сумеете его отличить от Луки и поговорите с ним? Она говорила, он славный малый. Вот же дрянная работа. Притворяться сраным тираном. Удивительно, что люди еще терпят герцога. У него армия, у него рудники. У него была ваша поддержка. Так что богатеи на его приемах жрут лобстеров и решают судьбу этой земли. Такие вечеринки были и в Дануэле. Прихлебатели заискивали передо мной и строили козни друг против друга. Бедная императрица. Я спала в заброшенной лавке в затопленном квартале, и там с крыши были видны эти праздничные огни. Иногда я бродила по Дануэлу в маске, но, устав, я всегда могла вернуться в башню. В Карнаке я увидела жизнь с другой стороны. Отлично. Когда устраните герцога, найдите и заберите то, что отдала ему Далила. Когда закончите, я подберу вас на шлюпки. Ладно. Ну, разумеется, первого найма мы должны найти местный черный рынок. КОНЕЦ Сидеть на жопе ровно не получится. Либо гвардия к ногтю прижмёт, либо хозяева барахлишка объявится. Почему такая задержка? Бетти боится, что нас поймают? Хозяин магазина жмётся. Но если нам дадут толкнуть товар прямо с корабля, всё будет нормально. У меня тут друг. Он уже много лет прикрывает чёрные рынки и в Карнаке, и в Кулеру. Так что никакого риска. Как долго зовут? Не так быстро. Ребята работают только со мной, ни с кем больше. Так безопаснее. Хорошо. По крайней мере, мы теперь точно знаем, что рынок здесь есть. Хоть бы меня не тронули. Жмут ботинки. Надо бы новые достать. Так, видишь садки гражданские. А там уже гвардийца. Ну ладно. Так, стоп. Неспокойно как-то. Что творится с этим городом? У меня завтра будут сигары. Хотите купить? Такое нельзя пропустить. Не, мы будем лезть на баркас, мало ли начнут нападать на нас. Это не то, что делать. Какое дело... Это будет большой. И дошает не Lindsay. Что, например, я люблю. Ну, какой у нас, ты не делаешь? Что ты делаешь? Что, ты делаешь. Что, что у меня, не делаешь? Лишь, что ты делаешь. Что, ты делаешь? Даже такой, я в упор не вижу. Странно, поговорить нельзя. О, совсем уйдет из головы. Можем же осматриваться за счет сердца. Ладно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так, там руны нет. Просто опять пытаюсь по наличию рун узнать, где может находиться непосредственно черный рынок. Хотя получается только одна руна. Как по мне, пусть хоть в бездне сгниют. Мне и без них забот хватает. Ну да, теперь бездна. Доспех бездны при уроне большая часть очков вычитается из мана. Надо будет над этим поразмышлять. Воу-воу-воу. Не нравится мне это. Надо осмотреться. Нет таких разрешений. Я законы Карнаки знаю. Законы меняются. Герцог разрешил гвардии по необходимости вводить новые налоги. Знаете, у часовщицы тоже была славная лавочка. У Серафины? Ее магазин сгорел. В бачусе я написал, что его, возможно, сожгли стенатели. И как все загорелось, никто не знает. Капитан, на пожаре у нее брат погиб. Ну да, вроде он пьяный внутри спал, если я правильно полно. Завтра придем к тебе за деньгами, может быть. Прекрасно. Тихо. Тихо. Еще день. Серебряный шип и чужой среди нас К бесчистным обвинениям в адрес герцога, бесконечно штампующего законные указы, редакция серебряного шипа может добавить еще одно У вашего любимого редактора есть друзья, неплохо разбирающиеся в охотных материях И вот что мне сообщают, похоже, в южной столице еще не все забыли о чужом Для оказательства многочисленные алтари, сооруженные в его честь, многие из которых стали вновь использоваться по назначению Легендарный персонаж все еще ходит среди нас и собирает обильные приношения Кто-то оставляет на алтарях, разбросанных в глухим заколовом карнаки Истинные амулеты, а на следующей ночи эти амулеты исчезают Просто верьте своим органам чувств Разве вы не ощущаете его вкус в усохших больных крабах, которых вы варите на ужин? Не слышите его голос в жужжании трупных хвост? Как еще объяснить сварившиеся на карнаку бедствия? Убийства на улицах и расстрелянные команды Ну и времена Поверьте, пальцы мои дрожат, когда я пишу эти строки Но я буду продолжать ради всех вас Никому не попадайтесь на глаза с этой страницы серебряного шипа Сожгите ее после прочтения и съешьте всю газету при приближении смотрителей Так, есть ли у меня какие-то сомнения относительно того, можно ли обнаружить рынок по рунам? Так, стоп Солки Иди. Здесь Они Солки Иди. Солки Поверьте. Нет, нет, нет. Понеслежать Стадости Ну пожалуйста Я в двух шагах от Большого Творца, от всей его расширения. Кто там? Бой! 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 ВATHER Вот эта наборка. Очень важная Бой! 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 да то чувствовать не надо мы тут весьма неплохо так шумим ты не сможешь прятаться вечно надо верим замечательно ровно шли рынок нет письмо от поклонника дауда дорогой эльфред я получил книгу отличная находка но должен сказать что у меня есть сомнение в исторической достоверности повествования но жданула испытывает вгрызение совести после убийства деспотичной джессамины я пишу это письмо поглядывая на портрет дауда полагаю он всегда был уверен что сама судьба направляет в руку твердую и безжалостную как бы то ни было книга написана очень увлекательно так что поверю еще раз продолжайте высадать мне любую информацию об этой таинственной личности которой мы оба восхищаемся ваш друг клаудио так такому вроде бы еще не читали дауд смотрел на коленок все прошло как по массу даже лучше чем можно было ожидать в сущности слишком легко но теперь когда все было по саде он ощутил пустоту внутри ничто в этом мире не могло ее заполнить он спугающей ясностью вдруг осознал это билли крикнул в соседней комнате босс оставь меня он плотно захотел дверь чтобы больше ничего не слышать он верил ей больше чем прочим но сейчас ему было не до разговоров стираясь кровь с клинка он взглянул на пятна на одежде королевская кровь но выдела она точно так же как любая другая разве высокие могущественные не должны быть заполнены чем-то особенным чем-то лучшим дауд почувствовал усталость никакая кровь не смогла бы изменить его чувств он редко пил спиртное а секс никогда его не интересовал он был измотан и ничего не мог с этим поделать на его лице появилась едва заметная улыбка но ждануло и вдруг измотан и что-то еще что он чувствовал он взглянул глаза же самим на колду и на тот миг даже не покидала ее и в тот самый миг его посетила мысль он совершил ошибку его обманули бесполезные мысли она все равно уже мертва сожалеет он об этом или нет но он увидел свое истинное лицо отраженное в ее глазах увидел свою сущность не знаменитый убийца не великий творец истории а всего лишь очередная пешка в непостижимой игре ну что ж рынок мы так и нашли но тем не менее на этой художественной ноте на этом пока что все все